А есть ли регламент задержания? И не сопоставляет такие факты. Вот мы смотрим по телевидению, задерживают какую-то банду, подбегают люди в масках, открывают очень резко двери стоящий автомобиль, всех оттуда бесцеремонно вытаскивают и, как говорится, мордой об асфальт. Затем человека поднимают, вот этого обескураженного, которого только что вытащили таким образом из машины на виду очень многих людей, и спрашивают, скажите, пожалуйста, такой вежливый корреспондент, за что вас задержали? Вы понимаете причину задержания? И человек вот в камеру должен сказать, за что его задержали, причину задержания, ну и так далее. Ну и возникает вопрос, а есть ли регламент задержания? Ну и если посмотреть уголовно-процессуальный кодекс, то регламента задержания мы нигде не увидим, нет его, этого регламента задержания. И вот когда вот этого обескураженного человека далее привозят в следственный орган, в орган дознания, начинает составляться протокол задержания. И вот в этот протокол задержания, ну там описывают его, вписывают его данные, и тогда фамилия, имя, отчество, где родился, какое образование, имеет ли он там психические или психофизиологические какие-то там заболевания, вот состоит ли он там на учете в психоневрологическом диспансере и так далее. То есть вот эти вопросы ему задают. И как бы между прочим, вот этому обескураженному человеку, которого только что повозили, так сказать, лицом об асфальт, да, ему дальше задается вопрос, не желает ли, ну дальше ему, конечно, объясняет, за что он задержан уже, так сказать, тет-а-тет, вот, и предлагает ему чистосердечно раскаяться, сделать явку с повинной и так далее. И, конечно же, в таком состоянии человек может и сделать вот эту вот явку с повинной. И сколько мне раз приходилось, как адвокату, такие факты устанавливать. И, в общем-то, получается, в протоколе задержания вдруг появляется чистосердечное раскаяние, явка с повинной. Вот суть вот моего сегодня выступления. Даже несмотря на то, что с вами так поступили, вас так обескуражили, вас так бесцеремонно, в красивом костюме, так сказать, потрепали за воротник, повозили по асфальту и провели дальше какие-то следственные или предварительные мероприятия, чтобы я порекомендовал не сдаваться, ждать приезда адвоката. И только после того, когда к вам приедет адвокат или с вами встретится адвокат и поговорит, только после этого давать те показания, которые действительно в будущем смогут вас защитить. Не сдавайтесь. Ну и, конечно же, всем пожелаю не нарушать закон, быть законопослушными, а если такой случай наступит, не забыть пригласить адвоката. На этом у меня все. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.